Продолжение следует... Мы встречаемся впервые с пациентом с метастатической увиальной меланомой. Каждому хочется сказать, что закрыть дверь и не видеть таких больных на приёме. И действительно так. Но я попытаюсь чуть-чуть внести оптимизм в сегодняшний свой доклад. И всё-таки говоря про увиальную меланому, мы понимаем, что в основной процент пациентов приходится на меланому Хридей, что также заведомо определяет неблагоприятное течение этой болезни. К сожалению, около 30% пациентов после первичного лечения опухоли у офтальмологов обратятся к нам по поводу уже метастатических проявлений. 90% метастатических проявлений будет локализоваться непосредственно в печени. У 80 и 88% пациентов составит смертность в первый год при метастатической увиальной меланомии. И вот мы говорим про эволюционную кривую. И мне очень понравился доклад Светлана Анатольевна, как она представила сегодня эволюцию лечения лекарственной метастатической меланомы кожи. Всё-таки как мы видим увиальную меланому? Мы понимаем, что у нас до 2011 года была только химиотерапия, и, конечно, результаты этого лечения были крайне недовлетворительны. И ни один химиотерапевт не видел ни объективных ответов, ни влияния на общую выживаемость. В 2015 году нам показалось, что эра лечения метастатической увиальной меланомы изменилась. Появился первый мекангибитор, но один из них внесён рекомензацией НССН, это травмитинип. Но, к сожалению, нас устроила чистота объективных ответов, нас порадовала безрецидивная выживаемость, но влияния на общую выживаемость эти препараты не оказали. И вот нам уже знакомая эра иммуноонкологии, ипилимумаб, моноантипедиадин тоже не привнесли значимый вклад в лечение метастатической увиальной меланомы, но чуть изменили наше представление. И, конечно, комбинированная иммунотерапия впервые продемонстрировала вот такие вот цифры по общей выживаемости, когда наши пациенты с метастатической меланомой могут ожидать общую выживаемость до 19 месяцев. И все мы помним тот 2021 год, когда были представлены первые сведения по молекуле новой, абсолютно новой эры в иммуноонкологии, это молекула ИМТАК. И видите, я специально внесла уже торговое название, молекула называется КИМТРАК, то есть препарат зарегистрирован для пациентов с метастатической увиальной меланомы. И, конечно, мы видим фантастические цифры общей выживаемости, которые достигли 22 месяцев. Но не отстает и изучение в комбинированных таргетных схемах. И вот если мы посмотрим на эту схему, мы понимаем, что патологические пути при увиальной меланоме крайне отличаются от меланомы кожной. Да, здесь тоже активируется уже знакомый нам мапкиназный путь, но активируется он из-за драйверных мутаций в гене ГНАК и ГНА-11. Поэтому пациентам с метастатической увиальной меланомой мы не определяем мутацию в гене Бераф. В этом, к сожалению, нет смысла. Как и нет прямых ингибиторов на сегодняшний день, которые могут блокировать драйверные мутации в гене ГНА-11. Эти мутации также оказывают свое влияние и на ряд других путей. Мы видим 5-3-КТ-активацию и путь активации молекулы протеин киназа С, ябкиназный путь. Обратите внимание, на чем я остановлюсь. Я остановлюсь на протеин киназе С, и у нас не было интересных ингибиторов этой молекулы. Мы видим, что активация протеин киназа С происходит через альфа-субъединицу мутации гене ГНА-11. И благодаря вот такому расщеплению молекул происходит его активация. И уже протеин киназа С активирует мапки, киназный путь и ИРК. И блокировать не удавалось из-за того, что у протеин киназа С много изоформ различных. И вот мы видим, что первые попытки — это препарат Сотрастарин, который не дал интересную частоту объективных ответов. А вот исследование и новый ингибитор Дарова-Сертип, который показал первый раз, что он справляется с блокированием новых изоформ молекулы протеин киназа С. А его двойная комбинация с кризоцинибом — СМЕД-ингибитором. А мы с вами знаем, что в клетках у виальной меланомы экспрессируется активно СМЕД. И это один из основных патогенетических путей, почему пациенты наши именно с метастатическими проявлениями в печени. И вот такое двойное ингибирование отразилось в исследовании, которое представлено на слайде. В данном исследовании участвовало 35 пациентов, и мы видим, что 59% пациентов получили вторую или более линии. Из 16 пациентов все были доступны для рентгенологического контроля, и у 100 пациентов удалось достичь контроля над заболеванием. Обратите внимание на частоту объективных ответов. Таким образом, FDA выдал грант этому препарату, и компания «Идея» в настоящее время проводит исследования с этой комбинацией. Мы, как представители, активно интересующие этой темы, старались писать в эту компанию, чтобы была возможность и нашим центрам поучаствовать в этом исследовании, но пока, к сожалению, результата не получили позитивного. Что хочется сказать про моноантипедиадин-терапию? Мы видим, что у нас есть данные о ретроспективных исследованиях. Можем ли мы их интерпретировать на увиальную метастатическую меланому? Ну да, можем, мы имеем дело все-таки с орфанной патологией. И, конечно, даже такие исследования, они должны быть нами учтены. Обратите внимание на частоту объективных ответов. Это менее 4%. А если мы посмотрим на медиану времени допрогрессирования, на медиану общей выживаемости, то все это может быть сопоставимо с химиотерапией. Лишать ли этой опции наших больных – это большой спорный вопрос. И на самом деле я, когда сталкиваюсь с пациентом на приеме, которые уже пролечились антипедиадин в МОН-режиме, меня это, с одной стороны, огорчает, но, с другой стороны, я понимаю коллег, и мы имеем в арсенале то, что имеем. Были попытки улучшить ответы антипедиадин в МОН-терапии, и вот, в частности, молекулы ЭджДАК, исследование с антиностатом. Исследование было представлено НАСКО в 2021 году, и мы видим увеличение частоты объективных ответов в два раза. Что делает эта молекула? Молекула меняет микроокружение опухолей, таким образом иммуносупрессивный эффект, который создает непосредственно вяльная меланома, пытается блокировать. Но медиана времени до прогрессирования – 2 месяца, а вот уже медиана общей выживаемости – 13,4. Почему такие данные? Конечно, нужно продолжение. Я разместила наш опыт использования ЭджДАК-ингибитора. Использовали мы молекулы вареностата. Она отличается от антиностата, и, конечно, эти данные тоже нельзя интерпретировать. Но, однако, это был позитивный случай, и некоторым пациентам мы назначаем такую комбинацию – офф-лэйбл. Вот это исследование я, скорее, размещаю не просто так. Я хочу показать, что наших пациентов разделили на основные две подгруппы. Те пациенты, которые получали химиотерапию, и те пациенты, которые получали моноантипедия-1, комбинацию эпилемаба с неволумабом, и эпилемумаб в монорежиме. Обратите внимание на показатель одногодичной общей выживаемости. Он значимо разнится от той классической химиотерапии, которую мы все уже с вами знаем хорошо. И таким образом исследователи разделили и своего рода сделали прорыв лечения метастатической меланомы, поделив на эру иммуно-онкологическую и до внедрения иммуно-онкологии. И мы опять же видим преимущество иммунотерапии у такой подгруппы пациентов. Исследование одноцентровое, второй фазы, и что мне в нем особенно нравится, мне нравится частота объективных ответов. Скажу вам, конечно, на практике, что этот показатель среди российских пациентов по нашим таким сборным данным очень не сопоставим с данным исследованием одноцентровым, но все-таки медиану общей выживаемости 19,1 месяц это впечатляющие данные, и мы не игнорируем. И на сегодняшний день для пациентов с метастатической авиальной меланомой комбинированная иммунотерапия – это опция номер один. Я не затрагиваю в нашем докладе локальные методы лечения. Это тоже интересная опция для наших пациентов. И мы на сегодняшний день с вами знаем, что идет ряд исследований, которые проводят даже вводную фазу комбинированной иммунотерапии и проводят перфузи-инфузия. И это тоже интересно, и это тоже опция. Нужно учитывать, что локальные методы лечения для наших пациентов доступны и должны вовремя рассматриваться. Ну и, конечно, то исследование, которое совершило прорыв в лечении метастатической авиальной меланомы, но с существенным ограничением. А существенным ограничением являлось определение генотипа в крови АШЛЯ-0201. Этот показатель встречается, по нашим данным, около 40% пациентов. Таким образом, 60% с метастатической авиальной меланомы этот вид терапии не подойдет. Рандомизация в этом исследовании была 2 к 1. Постепенная эскалация дозы табинтофаспа и препарат по выбору исследователя. Докарбазин, моноантипедиадин, пембролизумаб и эпилимумаб. И опять же, группы были хорошо стратифицированы. Но что хочется отметить, что исследователи выбрали конечную точку общую выживаемость. И, конечно, это исследование по своей первичной конечной точке оказалось крайне позитивным. 21,7% — это те данные, которые мы не могли месяцев общей выживаемости получить на другой терапии. Почему я представляю подгрупповый анализ? Обратите внимание на уровень трансаминаз, на ЭКОК-статус, на уровень ЛДГ и на опухолевую массу. Как это важно для иммуно-онкологических препаратов? И вот пациентка, 51-го года рождения, в 2019 году её пролечили успешно офтальмологи и отправили к нам на исследование. Тогда у нас шла работа по определению моносомии. Мы определяли группу прогноза. И у пациентки была выявлена моносомия третьей хромосомы. Таким образом, пациентка сразу попала в группу с высоким риском метастазирования. Мы ей назначили интерферон в средних дозах. Лечение проводили под наблюдением, мониторировали её тщательно каждые 3 месяца МРТ брюшной полости с внутривенным контрастированием. И вот обратите внимание, что рентгенологи, вот такой вот маленький, а чужочек, они на самом деле за ним смотрели, 5 мм, 6 мм, и вот уже когда размеры почти достигли 10 мм. Но на тот момент мы видим у нас ЭКОК статус 0, уровень ЛДГ в норме, печёночные трансаминазы в норме. И мы рассматривали её в клиническое исследование в компании Монокор. В тот момент это исследование было доступно для наших пациентов Российской Федерации. И вот с такими вот минимальными проведениями мы пациентку включили в данное исследование. Что мы увидели? Мы увидели через 10 месяцев тот зарегистрированный полный ответ. На фоне лечения у пациентки развилась витилига. И вот хочется отметить, что обратите внимание на частоту объективных атлетов в этом исследовании. И вот наш пациент, которым мы смело можем гордиться. И ещё раз демонстрируя важность ранней диагностики. Это сложно, это непросто, это высоко затратно для таких пациентов. Но это позволяет вовремя назначить как системную терапию, так и рассмотреть и необходимые локальные методы лечения. И, конечно, впечатляет частота контроля над заболеванием. Нежелательные явления все относительно были купируемые, связаны были с цитокиновой активацией и кожная токсичность. Но если мы посмотрим, когда дозовый режим выходил на плату, и частота нежелательных явлений тоже уменьшалась. Поэтому мы считаем на сегодняшний день, что это лечение переносимо. Вопрос другой, вопрос его доступности. У меня совсем немного времени, но это тоже заслуживает опухоль внимания. Это меланомы слизистых. И на самом деле вчера уже был посвящённый доклад этой теме, но я хочу кратко остановиться на основных отличиях от меланомы кожи. Обратите внимание выживаемости этих больных. Конечно, что мне особенно сейчас стало привлекательным в недавнем исследовании, которое я увидела, описанную гетерогенность. В зависимости от локализации меланомы слизистых у нас с вами молекулярно-генетическая гетерогенность. И если мы говорим при увяльной меланоме нет смысла в определении мутации БИРАФ, обратите внимание, 12% можно выявить эту мутацию при локализациях опухоли головы и шеи. Мутация в генекит обязательно назначаем нашим пациентам и проводим полный спектр стандартных молекулярно-генетических изменений. То есть мы поиск мутации осуществляем. Что привлекательно, и вчера многому уделялось именно этой теме при меланоме кожной, но мне хочется отметить, что есть подвижки при меланоме слизистой. Обратите внимание, это первое одноцентровое исследование, которое приводилось с января 2015 по декабрь 2019 в МД Андерсон. Всего было включено 36 пациентам. Этим пациентам проводилась неоадювантная терапия, либо комбинированной иммунотерапии, либо моноиммунотерапии, либо эпилемумаб в монорежиме. Дальнейшим некоторым пациентам назначалось адювантное лечение. Среднее время до оперативного вмешательства составило 31 день. Что особенно нравится? То, что мы получаем у тех пациентов, у которых мы достигли, опять же, патоморфологический ответ, мы увидели влияние на безрецидивную выживаемость. Да, общая выживаемость, вы мне скажете, что она статистически недостоверна, но всё-таки эти первые данные, и мы не можем их не игнорировать. Три пациента получили полный ответ, шесть пациентов мы не смогли выполнить оперативное вмешательство ввиду прогрессирования этого лечения. И 21 месяц общей выживаемости и 5 месяцев безрецидивной выживательности – это исторический контроль после оперативного вмешательства. И вот уже что смогла сделать неоадювантная терапия для такой патологии. Всем нам знакомо исследование, на дизайне не буду даже останавливаться, но спасибо большое, что туда вошли 79 пациентов с меланомой слизистой. Потрясающие данные, мы видим, как работает хорошо комбинированная иммунотерапия у такой подгруппы пациентов, и похуже работает антипедиадинтерапия. Но вот интересное исследование, когортное, ретроспективное, 25 центров вошло. Посмотрите, 575 больных. И что получают исследователи? Они не видят различий в частоте объективных ответов, времени до прогрессирования, общей выживаемости. Можем ли мы игнорировать это исследование? Вот это на самом деле наша жизнь, и жизненная, мне кажется, что большая подгруппа больных, и это тоже важно учитывать. Но обратите внимание, что частота объективных ответов в группе комбинированной иммунотерапии выше по сравнению с моноиммунотерапией для пациентов с локализацией опухоли в области головы и шеи. Это тоже важно не забывать. Опять же, спасибо исследователям. Relativity исследование позволило включить пациентов с меланомой слизистой, и вошел 7,1% таких пациентов, но не было получено различий в подгруппах по времени без прогрессирования. Еще одно исследование, которое я привела, это с ингибитором VGF, наших на самом деле китайских коллег. Да, мы относимся скептически, потому как мы другая популяция, но все-таки их тоже зарегистрированный PD-1 агент ToriPolimab вместе с комбинацией с оксетинибом. VGF активно экспрессируется на клетках у виальных меланомий, и сейчас этому исследованию уделяется внимание, и возможно будет продолжение. Обратите внимание на частоту объективных ответов. И на время контроля над заболеванием. И это все нам позволяет говорить о том, что для меланомы слизистых появляются интересные опции, и возможно тот же самый пембролизумап с линвотенибом, который мы с вами пробуем в нашей жизни, он сыграет тоже значимую роль с учетом второго исследования, которое представлено. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok